МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце-ТВ в студии Влад Французов. Здравствуйте! О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним в итоговом выпуске программы Сахалин сегодня. А пока коротко о главных темах. Предъявлено обвинение одного из убийц северных оленей заключили под стражем. Для в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для лучшей диагностики в онкодиспансере появился новый томограф. При введении радиофарм препарата он может показывать распространение по лимфатическим узлам злокачественного процесса. Зожные квесты юно-армейцы посоревновались в знании медицины. Мы постараемся сегодня в игровой форме донести до ребят ту информацию, что сегодня здоровье – это самая важная ценность. Экологично и экономично в Южно-Сахалинске продолжают подключать частные дома к газу. Дом отапливается теперь от природного газа и горячая вода. У нас теперь тоже от природного газа. Батареи натапливаются достаточно быстро. Одному из причастных к убийству краснокнижных северных оленей предъявлено обвинение в незаконной охоте. Напомню, в Ахинском районе группа неизвестных жестоко расправилась с целым стадом. Среди убитых были 13 беременных самок. Правоохранительные органы сразу подключились к работе и оперативно обнаружили снегоходы, оружие, боеприпасы, а также холодильники с мясом. По версии следствия, с 18 по 23 февраля обвиняемые с соучастниками, чьи личности пока не установлены, устроили охоту на снегоходах. 26 оленей убили из огнестрельного оружия. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление соучастников преступления. Отмечу, северный олень занесен в Красную книгу Сахалинской области охота на этих животных запрещена. Преступники причинили ущерб государству на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей. Сахалинский онкологический диспансер получил новый томограф. Оборудование позволит докторам выявлять раковые заболевания на самых ранних стадиях, что расширит возможности в области диагностики островного учреждения. Врачи диспансера получили аппарат в рамках национального проекта здравоохранения. Томограф позволяет исследовать сразу все тело пациента, что ускоряет получение результата исследований. Это оборудование помогает установить диагноз. А диагноз ставится не только рак. Это ставится стадия, в которую входит размер опухоли, поражение лимфатических узлов и рассеивание опухоли по другим органам. С пациентами встретился губернатор Валерий Лимаренко в Сахалинской области. При главе региона создана рабочая группа, которая занимается вопросами оказания помощи онкобольным. Ее главная цель – выявить и устранить проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при постановке диагноза во время лечения, реабилитации, палиативной помощи. Инициатор создания такой группы – общественница Мария Ульянова. Выявлена недостаточность взаимодействия, сплоченность врачей в решении проблем персонально каждого онкопациента. Добавлю, президент России Владимир Путин во время недавней рабочей встречи с Валерием Лимаренко обратил внимание на высокий уровень онкозаболеваний на островах. Он рекомендовал региону включиться в соответствующие федеральные программы. Жительница Южно-Сахалинской попросила в социальных сетях мэра помочь жильем. Ее семья могла остаться на улице. Со старой квартиры им пришлось ехать, а денег на аренду новой не было. Женщина – единственная кормилица и воспитывает троих детей. Ольга уже стояла в очереди на получение арендного жилья. На ее обращение оперативно отреагировали. С женщиной встретились и 28 февраля семья переехала в Двушку площадью 72 квадратных метра. Стоимость аренды такого жилья почти в два раза ниже рыночной. Когда мы зашли домой со мной дети, сказали, мама такая большая квартира, нам так нравится. Добавлю, что оказавшиеся в трудной жизненной ситуации южно-сахалинцы могут получить помощь от муниципалитета. Ее оказывают в рамках проекта «Борьба с бедностью». Это содействие в трудоустройстве, получение новой специальности, решение бытовых вопросов и так далее. В Южно-Сахалинске прошла неделя здоровья матери и ребенка. В ее рамках в детской поликлинике состоялся круглый стол. Женщины задавали интересующие их вопросы, касающиеся воспитания и развития малыша. Компетентные ответы дали врачи-педиатры и узкие специалисты. Особое внимание уделили вакцинопрофилактике. Главный врач детской поликлиники Татьяна Кулба отметила, многие заболевания можно предотвратить при помощи банальных прививок. Потому что мы считаем, что вырастить здорового ребенка обязательно учитывать все болезни детского возраста, которые можно предотвратить именно вакцинации. Кроме того, в учреждении в рамках недели здоровья проходит выставка. Она посвящена сохранению здоровья взрослых и детей. Посетители могут ознакомиться с информационными материалами об основных принципах здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Квест, посвященный здоровому образу жизни, провели в областной библиотеке. Его участниками стали южно-сахалинские юно-армейцы. Школьники состязались в знаниях о том, как сохранить здоровье с молодым. За игрой наблюдала наша съемочная группа. В библиотечном зале команды заняли места на станциях. На каждой говорят о важном. Оказании первой помощи, спорте, крепких зубах, борьбе с вредными привычками, все это факторы, помогающие сберечь здоровье. Среди них есть также витамины и правильное питание. Что надо есть перед трудным уроком? Шоколад. Правильно. Горький шоколад. Прибор для резки хлеба? Нож. Нож. Филан. Ну, есть, да. Там шоколад, если вы видите. Ну, есть, да. Как называется, сушеный виноград. Сушеный виноград. Сушеный виноград. В Квесте принимают участие юно-армейские дружины от школ и спортивных секций. Здоровье и медицинские навыки нужны воспитанникам, считают в организации. Они будущие защитники Отечества и просто активные граждане, поэтому должны уметь помочь себе и окружающим. Недавно у меня ребенок увидел на скейт-парке, как мальчик упал, у него выбило плечо, он ему его вправил. Очень успешно. Поэтому такие случаи бывают. Конечно, не хотелось бы, чтобы они встречались с этим в жизни, но, тем не менее, навыки определенные они получают. Проект «Здоровый патриот» для воспитанников юно-армии создал областной центр общественного здоровья. Врачи хотят развивать у ребят культуру укрепления здоровья с помощью квестов, квизов и викторин. Одна из главных задач – оградить молодежь от курения, алкоголя и наркотиков. Вы знаете, я увидела, что у ребят есть желание сегодня, но их нужно обучать, потому что понимаем, что сегодня в семье не всегда родители обращают на этот аспект здоровья своего ребенка внимание. 45% родителей у нас сегодня курят в семье, и ребенок уже потенциально будет курильщиком, потому что он живет в семье, где есть пассивное курение. Сейчас в программе участвуют юно-армейцы областного центра. Однако в планах организаторов распространить просветительские мероприятия на весь островной регион. Дмитрий Зелинский, Данил Саражинский, Евгений Дзябченко, Солнце ТВ. К проекту «Сахалинское долголетие» продолжают подключаться люди старше 55 лет. По карте «Сахалинца» можно посещать бассейн в Аквасити бесплатно. Если раньше было ограничение 20 раз в месяц, сейчас количество посещений решено увеличить. Пенсионерка Татьяна Тарасова регулярно пользуется картой «Сахалинца». Женщина ведет активный образ жизни и не скучает на пенсии. По рекомендациям врачей, ей полезно плавание, чем женщина и занимается в аквапарке. Где вы применяете? В кинотеатр, бассейн на Компроспекте я хожу, здесь в Аквасити, в аквапарк и в бассейн. И в драмтеатр, кстати. Но я туда немножко пореже, потому что билеты быстро разбирают, в кинотеатре. Уже более 40 тысяч островитян пользуются картой «Сахалинца». Для бесплатного посещения доступно более 350 культурных и спортивных организаций. Кроме этого, по пластиковому документу можно получить скидку в местных торговых точках. В Лиственичном частные дома подключают газу. В планировочном районе Южно-Сахалинска выполнен большой объем работ. Напомню, ранее здесь были построены подводящие газопроводы к земельным участкам. Дом Елены Дербеневой подключили газу только в конце зимы. Несмотря на короткий срок, очевидные преимущества сразу бросились в глаза. Мы обратились в «Газпром», подали заявку и в течение трех месяцев нас газифицировали. Дом отапливается теперь от природного газа и горячая вода у нас теперь тоже от природного газа. Батарея натапливается достаточно быстро. С начала года в Южно-Сахалинске газифицировали свыше 100 домов. Работу в этом направлении продолжат. В 2023-м голубое топливо придет в тысячу жилищ. Чтобы подключиться, необходимо обратиться в «Газпром» газораспределение с заявкой на технологическое присоединение. Офис находится по адресу Проспект Победы, 39. Подать документы можно и удаленно на сайте единого оператора газификации России. Лицей номер один и школа номер три Южно-Сахалинска в этом году будут капитально отремонтированы. Чтобы завершить учебный год без ущерба, для школьников сегодня рассматривают разные варианты. От дистанционного обучения до перехода целыми классами со своими педагогами в другие учреждения. В таком формате школьники проведут не более месяца. В мэрии сообщили, что работы не удастся провести за летние каникулы, а совмечать строительство и учебный процесс нельзя. Поэтому администрации школы и лицея ищут варианты, как доучить детей. Старшеклассники, скорее всего, уйдут на дистант, и изыскивается возможность для предоставления компьютеров или планшетов в случае необходимости ученика. В основном, если говорить, например, обучающихся начальных классов, мы полностью классами, параллелями. Мы пытаемся договориться найти места в других школах для того, чтобы, во-первых, это было удобнее, ближе, чтобы было организовано у нас еще и питание. Поэтому рассматриваем разные варианты. Напомним, капремонт в рамках федерального проекта коснется в этом году четырех школ областного центра. В других учреждениях работы рассчитывают выполнить и в летние месяцы. Помимо обновления сетей, фасадов и кровель, для образовательных организаций закупят современное оборудование и мебель. В Южно-Сахалинске восстановили справедливость в части организации проезда школьников в автобусах. Так городские власти назвали отмену доплатой, которую делали за билет дети из отдаленных районов. Такое решение приняли на первое в послековидное время встречи мэра с населением. Во время учебного года общественный транспорт по школьному проезду бесплатный. Однако это не касается юных жителей Березняков, Новой деревни, Санаторного, Сенегорска, Весточки, ключей Старорусского, елочек и дачных массивов. За городской чертой им приходится доплачивать за каждый километр дороги. Специалистами Центра управления городской мобильности вопрос проработан. Загружено дополнительное программное обеспечение валидаторы, которые находятся в наших автобусах. И с 9 марта дополнительная оплата со школьной категории взиматься больше не будет. Речь о таких маршрутах, как 250-й, 189-й, 119-й и 105-й. В администрации говорят, что при протяженных поездках доплата составляла более 20 рублей. Добавлю, что бесплатный проезд распространят только на южно-сахалинские направления. На межмуниципальных маршрутах такой возможности может не быть. В Южно-Сахалинске все больше зданий соответствует дизайн-коду. Напомним, в городе разработан свод правил для обликов фасадов, рекламы и вывесок зданий. Все их изменения каждому предпринимателю необходимо согласовать с администрацией. Арендаторы помещения утверждают внешний вид своих предприятий совместно с собственниками. Владельцы обращаются к дизайнерам муниципального департамента архитектуры и воплощают общую идею. Руководитель непосредственно согласовывает вывеску и далее мы уже отправляем в работу. Согласовано, не согласовано. Усмотрим примерные параметры в связи с принятым дизайн-кодом, чтобы это были отдельно стоящие буквы, без подложки, определенного размера. То есть стараемся все это соблюдать. С начала года в мэрию обратились с эскизами вывесок более 200 раз. Добавлю, получить консультацию по этим вопросам можно по адресу Амурская, 88, каждый вечер с 9 до 18 часов. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В областном центре приступили к противопаводковым мероприятиям. Специалисты начали работу в связи с повышением среднесуточных температур. Рабочие зашли в частные секторы и планировочные районы. Сейчас они расчищают водоотводные канавы и водовыпуски, затем снег вывезут из города. Мероприятие проводят в плановом графике. Мы работаем на территории Владимировка, западной части города, который наиболее подвержен риску затопления. В первую очередь очищаются от снега водовыпуски. То есть это районы, куда у нас основные потоки уходят. Далее очищаются головки водопропускных труб и в случае необходимости канава полностью очищается от снега. Сейчас в городе проводят мониторинг участков, на которых есть риск подтопления. Помочь с определением таких мест могут и местные жители. В случае возникновения угрозы следует позвонить по единому номеру 112. Кроме того, можно оставить обращение на портале Сахалин Онлайн. Торжественная церемония открытия года педагога и наставника прошла в Южно-Сахалинске. В областной центр пригласили учителей школы, воспитателей и преподавателей дополнительного образования. Напомню, тематику на 2023 установил президент Владимир Путин цель повысить престиж профессии в сфере образования. На торжественную церемонию пригласили педагогов из всех районов области. Это не только учителя школ, но также воспитатели и преподаватели кружков и секций. Есть тут и советники директоров. Относительно новая специальность в образовании появилась в 2021 году. Это учителя, призванные устанавливать с детьми доверительные отношения. Дети просто знают, что они могут прийти ко мне с любым вопросом. Если они хотят чем-то поделиться своим личным, я всегда открыта. Если они хотят помощи, куда я могу заняться чем-то внеурочным, то есть кружками, либо какой-то секцией, либо какими-то направлениями, я всегда готова помочь. Не только в рамках школы, но также и за пределами ее. Если ребенок хочет сам что-то организовать и предложить идею, я также ему активно в этом помогаю. Региональным центром оценки качества образования на этот год запланировано проведение множества тематических мероприятий. Это марафоны знаний, методические форумы и обучение. Основная задача – привлечь молодежь в сферу образования. Если говорить про Сахалинскую область, министерством разработан соответствующий план публичных мероприятий, мероприятий воспитательного характера. Запланированы конкурсы профессионального мастерства. То есть те мероприятия, которые получат еще большую массовость при их проведении. Сегодня мы торжественно открываем череду мероприятий, которые будут направлены не только на педагогов, но и на тех, кто выбирает нашу профессию. Это учащиеся педагогических классов и студенты, которые работают и учатся на педагогических специальностях. А также те, кто водит своих детей каждый день в детский сад, в школу, в учреждения, дополнительное образование. Привлекать молодое поколение к профессии учителя в регионе начинают еще со школы. В 10 районах области действуют педагогические классы. Впоследствии они должны появиться во всех муниципалитетах. Адалина Леонова, Александр Тютюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце-ТВ. Фестиваль «Невозможное возможно» проходит в Южно-Сахалинске в четвертый раз. Его участники – ребята с ограниченными возможностями. Маленькие воспитанники специальных детских садов и их педагоги создают творческие проекты. Раньше участники фестиваля занимались исследованиями. На этот раз командам из Южно-Сахалинска, Углегорска, Ахи, Троицкого, Благовещенска, Донецкого-Шахтерска и Белорусского Гродно поставили задачу из области искусства. Мы озвучиваем тему, она единая для всех. И вот в рамках этой тематики ребята с командами, вернее, создают мультфильм. С любым оборудованием – от телефона и приложения до крутой мультстудии, которая находится в детском саду. В комфортных для них условиях, в том месте, где они постоянно находятся, с теми людьми, которые их постоянно окружают. Над проектом на тему семьи дети будут работать до 17 марта. Помимо мультфильма, команды представят постеры с описанием творческого процесса. Добавлю, что победителями фестиваля станут все малыши, пообещали организаторы. Ответственный профессионал на работе, любящая мама и жена дома – роли, которые в себе совмещает практически каждая женщина. Сахалинские сотрудницы органов правопорядка рассказали о специфической и непростой службе. Кроме того, островитянки своим примером ежедневно опровергают уже устаревшее в наше время выражение – неженская работа. Полицейские кинологи – это зачастую те люди, которые буквально берут работу с собой домой. И речь, конечно, о собаках. Екатерина Инкина за 27 лет в профессии воспитала не одно поколение служебных овчарок. На штат из 12 сотрудников в этом отделении всего две женщины. Однако, как признается Екатерина, она ни разу не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку. И даже напротив. На всероссийских кинологических конкурсах чаще встречает коллег-женщин. На самом деле, если брать по России, да, женщин-кинологов, мне кажется, большинство по той простой причине, ну, наверное, женщина сама по себе склонна заботиться, да. Вот они более душевные, более жалостливые, заботливые. И поэтому, наверное, поэтому больше женщин, мне кажется, в нашей профессии. На серьезной службе находится и Ольга Неверович. Полковник юстиции в следственном подразделении полиции руководит штатом из 37 сотрудников. Расследование многоэпизодных преступлений и резонансных дел региона – это ее обычная реальность. Тем не менее, ответственную работу нужно как-то совмещать и с материнством. Женщина воспитала дочь, которая впоследствии пошла по ее стопам и заканчивает учебу на материке. Планирует стать следователем. Когда приходишь домой, дочка начинает рассказывать, что там у нее случилось в школе. И невольно где-то начинаешь рассказывать что-то там про работу. То, что ей можно знать. И, естественно, всю жизнь она всегда слышала. Друзья тоже все сотрудники. На работу часто прибегала. Где-то домашние уроки на работе у меня делала. Где-то помогала какие-то даже документы там что-то печатать. Следы крови, холодное оружие и криминалистическая экспертиза в жизни Натальи Тюльной – далеко не атрибуты сериальной романтики, а вполне реальные предметы и способы восстановить справедливость и наказать виновных. Одно из недавно раскрытых дел старшего следователя-криминалиста – убийство мужчины на Этурупе в мае 2019 года. Знаете, у следователя есть такая пилочка дел. У каждого следователя есть такая пилочка дел. Он знает, сколько дел он направил. Это как бы за мою историю. Я помню все свои дела, которые он направил. Я помню всех лиц, которым я предъявила обвинение в совершении преступления. Потому что для меня это каждая история. Работа в правоохранительных органах требует огромной отдачи всех человеческих ресурсов. Однако женщины в погонах рассказывают, что это никогда не было преградой для личной жизни или поводом уйти со службы. По словам сахалинок, сила им придает любовь к своему делу и положительные результаты от вложенных стараний. Аделина Леонова, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. В Южно-Сахалинском кинотеатре «Комсомолец» приступили к реконструкции зрительного зала. Новая площадка станет многофункциональной сценой Чехов-центра с расширенными возможностями. Ход работ проконтролировал губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. Специалисты рассказали, в чем именно будет заключаться расширенный потенциал нового пространства. Суть реконструкции – превратить помещение в сцену-трансформер в формате черного ящика. Черное ровное пространство, в котором будет находиться зрительный зал, трансформируемый, который мы можем ставить. Это же чертежи. И либо по периметру, либо в эту сторону, либо в этом. Чертежи откросят. В любом варианте. После реконструкции помещение сможет вмещать в себя до 200 человек. Это в пять раз превышает прежние возможности комсомольца. Южно-Сахалинский городской камерный оркестр поздравил женщин с 8 марта. В октябре музыканты дали праздничный концерт. Его посвятили не только прекрасной половине человечества, но и Араму Хачатуряну. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения композитора. На одной сцене с островными исполнителями выступил и один из самых востребованных скрипачей – граф Муржан. Подробности в следующем сюжете. Праздничную атмосферу концерта зрители почувствовали с самого порога. Перешагнув через него, женщины шли к своим местам не просто с билетами, а с мимозами и весенним настроением. Для гостей исполнили вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна. В память о великом композиторе прозвучали шедевры его творческого пути. Зрители услышали адажу Спартака и Фригии из балета «Спартак» и танец с саблями из балета «Гайне». Вообще Хачатурян сам очень преклонялся всегда перед женской половиной человечества. Его музыка очень яркая, блестящая, как наша женская половина человечества. Конечно же, красивая ее музыка. И я сегодня специально для такого концерта праздничного отобрал все самые сливки классического творчества, что Арам Ильич написал. Гвоздем программы стало выступление заслуженного артиста России графа Муржа. Московский скрипач перелетел на Сахалин вместе со своей знаменитой скрипкой. Как подмечает сам музыкант, она ровесница Иоганна Баха. В отличие от немецкого композитора, она итальянского происхождения. В разное время на ней играли авторы планетарного масштаба. Это были очень большие скрипачи прошлого. На ней играл и Карелли, и Джиминьяни, и Нардини. Но это как бы цвет. Как-то так получилось. Но она действительно обладает невероятными тональными чарами. Впереди у городского камерного оркестра насыщенная рабочая программа. 1 апреля начнется концертный цикл под названием «Рахманина в 150». Старт выступлений приурочен к юбилею русского композитора. Дмитрий Зелинский, Влад Французов, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнце ТВ. Свыше 200 человек вышли на старты традиционных соревнований «Долинская лыжня». В забегах пришли поучаствовать как жители районного центра, так и гости из других населенных пунктов. В Верхнем парке определяли не только самых быстрых, но и будущий облик самой территории. Здесь прошло анкетирование местных жителей. Обо всем по порядку, расскажет мой коллега. Первый старт собирает тех, кто моложе, чем сами соревнования. К забегу готовятся ребята, они старше 2016 года рождения. Среди них и Тимофей Панкратов. Несмотря на юный возраст, «Долинская лыжня» для него отнюдь не дебют. Я учился с папой на лыжах ехать. Долго учился. Сейчас долго. Где еще выступал? Понял? В ночных гонках. В ночных гонках. И как результат? В ночных. Какое место занял? Ты понял, как решать? Первое. В соревнованиях участвуют как мальчики, так и девочки. Старты собрали сразу несколько поколений лыжников. Самому маленькому здесь три года, а главному ветерану больше 70. Дистанции варьируются от 300 метров до 3 километров. Да, участников больше, потому что мы увеличиваем количество возрастных групп. У нас последние три года присоединилась группа людей с ограниченными возможностями здоровья и детские сады. Детские сады не только из Долинска, но и из районных сел. Младший воспитатель Ирина Михайлова приехала из Сокола. Компанию ей составили еще три коллеги и столько же детей. Для нее, как и для многих юно-сахалинцев, эти старты первые. Выиграть, конечно. Ну и спорт, конечно. Заняться спортом. Я люблю лыжи. Поэтому и спорт, здоровье. Если младшие участники после забега идут резвиться с ростовыми куклами, то взрослых ждет социально ответственное дело. Им предлагают пройти анкетирование. Через него городские власти пытаются понять, что хотят видеть Долинс на территории Верхнего парка. Здесь намерены создать спортивно-оздоровительную зону. Для этого местное руководство планирует через конкурс получить федеральные средства до 150 миллионов рублей. До 1 апреля уже будет сформирован проект и подана заявка. И вот это время сейчас затрачивается на то, чтобы создать правильный, грамотный проект с учетом пожеланий жителей. Обновленная территория должна функционировать как зимой, так и летом. Этот критерий – один из основных для участия в конкурсе. В случае получения финансирования обустроить спортивно-оздоровительный парк Долинсом обещают уже в следующем году. Дмитрий Зелинский, Влад Французов, Руслан Ширяев, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. Всероссийский день зимних видов спорта отметили на горном воздухе. Праздник собрал около сотни любителей активного образа жизни. Развлекательные площадки расположились на всей территории нижней станции комплекса. Взрослых и детей встречали аниматоры. Любой желающий мог сыграть в настольные игры и угоститься сахарной ватой. Для самых маленьких устроили тренировочные заезды на беговелах. Также в этот день проводили бесплатные занятия по катанию на лыжах и сноуборде. Шли на праздник с ребенком, потренировались и после очередного спуска уже присоединились к празднованию. Мама, после трех спусков. После трех спусков. Отличное настроение, очень яркие костюмы у аниматоров. Очень здорово, что такие праздники организовываются. Отличие дня зимних видов спорта 2023 заключается в том, что этот праздник интегрирован в официальные квалификационные соревнования первенства России. И вот сегодня Горный воздух принимает чемпионаты первенства России по горным лыжам. И все участники этого замечательного соревнования станут также участниками дня зимних видов спорта. Отмечу день зимних видов спорта празднуют по всей России с 2015 года. Он посвящен Олимпийским играм в Сочи. На Сахалине массовые гуляния прошли в шести муниципалитетах. Сахалинские ночные полеты впервые состоялись в Южно-Сахалинске. При свете прожекторов островные лыжники посоревновались на самом большом трамплине Дальнего Востока К-70. Событие собрало сотни жителей областного центра, желающих понаблюдать за зрелищными выступлениями сильнейших летающих атлетов региона. Отмечу, состязание приурочили к Всероссийскому дню зимних видов спорта. Неординарные соревнования открыли эффектным представлением. Под покровом ночи собравшихся болельщиков решили удивить танцевальным фаер-шоу. Но главным зрелищем, конечно, стали выступления лыжников на самом большом трамплине Дальнего Востока К-70. В соревнованиях собрали более 20 сильнейших спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска. Пять из них входят в состав сборной России. Ну, в основном этот трамплин у нас служит для, скажем так, роста профессионального спортсменов. И, естественно, спортсмены, которые уже добились результатов и попали в сборную, для них этот трамплин является только тренировочным. Соревнования на них, ну, неинтересны для них, скажем так. Потому что на основных соревнованиях на Кубках России, международных стартах основные соревнования проходят 90-метровый и К-125. У участников есть две тренировочных и зачетных попытки. Оценивается длина прыжка и техника исполнения. Отдельным призом наградят того, кто прыгнет дальше всех. По словам лыжников, метраж зависит не только от правильной техники и кондиции спортсмена, но и от погодных условий. Рекорд на этом сооружении – 85 метров. Ну, когда ты летишь на свой рекорд и достаточно далеко, там, например, вот у меня рекорд 60 метров, если я сейчас улету за 70, то я просто забуду этот прыжок, потому что я буду очень удивлена от самой себя. Хорошо отпрыгаться, без волнения, сделать все задачи. Победителей определили в трех категориях – среди девушек, юношей и мужчин. Рекордом соревнований стал прыжок длиной 84,5 метра. В планах областного министерства спорта сделать необычные соревнования регулярным событием в регионе. Адалина Леонова, Александр Тютюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, свежие новости из Халинской области мы рассказываем на Солнце ТВ каждый вечер в 20.00. А сюжеты, выходившие в эфир, можно найти на нашем ютуб-канале. В студии был Влад Французов. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце ТВ «Империя» и подпemplа «Империя». Империя в армии вернусь на сíното mayных состояниях. Переав Per Il- mi FM là ПО отсюда ос refleja насыщ很多 см、 следственные Verse 20000. Утр casки интерф Warren Джекуrell — Ими админи в переби получ bitcoin. Сергей В Ставцова. Сергей يετεк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...